Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я хочу вам рассказать, зачем на участке понадобится трухлявый пень. Очень часто у нас в саду возникают проблемы, такие как кладоспориоз, фитофтороз и другие заболевания. Как же с ними справиться, действуя и применяя экологические методы? Существует определенная группа микроорганизмов. Это лучистые грибы или, как их еще называют, актиномицеты. Эти микроорганизмы потребляют органику, которую трудно усвоить. Такую, как древесина, опилки, солома, сено или трава. Ученые выяснили, что лучистые грибы выделяют вещества, которые подавляют различные патогены. Такие, как корневые гнили, фитофтороз, кладоспориоз и другие заболевания. Где же найти подходящие материалы для этого? Достаточно пойти в ближайший лес и найти вот такой вот трухлявый пень. Лучше брать древесину от лиственных пород. Хвойные породы дерева лучше не брать, так как в древесине содержится смолистое соединение. Как же использовать этот трухлявый пень в огороде? В первую очередь его можно использовать для приготовления компоста. Нужно взять такой вот трухлявый старый пень, измельчить его и просыпать слоями компост. На один кубический метр компоста, неразложившиеся органики, понадобится примерно два ведра вот таких вот трухлявых пней из леса. Укладываем компост слоями и пересыпаем вот такой вот древесной трухой. Если же у вас компост уже заложен, готовая компостная куча, то можно в нем просто проделать отверстие и засыпать туда труху. Применяя данный способ, вы ускорите созревание компоста. Можно также трухлявый пень применять для активизации почвенной микрофлоры. Для этого нам понадобится настой. Берем одну литровую банку измельченной древесины трухлявой и заливаем 10 литрами обычной чистой воды. Настаиваем сутки и можно поливать растения. Данного раствора хватит на полив 5 квадратных метров площади посадок. Труху можно использовать в сухом виде, вносить под перекопку. Для этого берем 2 литра такой трухи, равномерно распределяем по почве и перекапываем. Измельченную труху также можно вносить в лунки перед посадкой рассады. Для этого нужно выкопать лунку и внести горсть вот такой вот трухи. И высадить рассаду, полить. И рассада будет весь сезон защищена от различных заболеваний. А еще можно активизировать споры грибка и ваши растения будут защищены на длительный период. Для этого понадобится 2 ведра 10 литровых измельченной трухи. 5 литров воды и полкилограмма доломитовой муки или мела. Все компоненты перемешиваем и помещаем в какую-либо емкость. По истечении 3 дней все компоненты помещаем в 100 литровую бочку и заливаем чистой водой. Все, раствор готов. Им можно проливать все грядки в вашем огороде. И все растения будут надежно защищены. У многих зрителей может возникнуть вопрос, зачем в раствор добавлять доломитовую муку. Это нужно делать для того, чтобы повысить уровень PH и споры быстрее активизировались. Такой способ защиты может применить каждый. Он является простым в использовании, дешевым, экологичным и не требует применения каких-либо химических препаратов. Обязательно попробуйте данный способ у себя на огороде и вы удивитесь полученным результатом. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!